привет мои дорогие вышла к вам незапланированный эфир что мы вышли помните мы с вами закончили на том что в прошлом выпуске у нас было что по поводу того что катя уперлась да и не готова была помнишь но как бы не дозрела да не готова мы же вечером добили это был вечер очень насыщенный сейчас я была только что у меня был эфир с моими вебами не женский клуб и женском клубе есть еще подразделение вип и премиум и вот как бы вип с премиум у меня сейчас был с ними эфир и я им сделала предложение у них право первой ночи до вторника да то есть как бы дело в том что по сути все разделяется абсолютно ну как всегда да то есть вы знаете как в самолете эконом повышенный и как бы эконом комфорт потом идет бизнес класс а потом идет там первый класс а потом уже идет частный джет да и все прочее то же самое можно сказать и по поводу любых курсов любых как бы клубов и всего прочего то есть есть клуб денежной емкости ну простите ребятки да это эконом то есть такой жесткий эконом это победа как бы без без багажа даже да только с ручной кладью покупаете уже так скажем курсы вы уже летите аэрофлотом у вас уже включен багаж уже как бы есть напитки уже есть еда и все прочее ну и когда вы как бы вы идете например на вип тариф да то есть это уже как бы бизнес и премиум это первый класс ну так скажем а есть еще фокус группы фокус группы это вообще частный джет можно сказать потому что там индивидуальная работа со мной и фокус группы у нас были сош там было до 30 человек чем-то сейчас у нас фокус группа мы заканчивается и кстати девочки которые из випа не пошли туда сейчас ну я думаю жалеют потому что как бы то что мы сделали в мы это кардинально меняет вообще отношения с богом с партнером с детьми и со всеми людьми то есть я даже сама не ожидал потому что почему это называется фокус группа потому что я исследую в этот момент фокус группа у нас заканчивается и у меня начинается новая фокус группа куда я возьму только 30 человек это так скажем исследование радости и что же такое радость вот то о чем мы говорили с катей чтобы пробиться дальше нужна радость была но именно в благостных деньгах да то есть и хотя бы чтобы зарабатывать хотя бы не знаю но даже заработок тут наверно деньги это все таки уже побочка да так скажем в легкости не в том чтобы напрягаться да то есть как бы это нужно жизненная энергия и вот здесь от жизни жизненная энергия она рождается из радости зеленый цвет он вот как знаете когда вы идете куда-то и у вас все зеленые светофоры у вас как бы всегда открывается то что вам нужно или вот как я рассказывала да то есть лабриса занята зато как бы если бы мы были в лабрисе мы бы не увидели архана с сабиной и не посидели бы не поели маршмеллоу от которого я кайфанула да то есть как бы вообще до невероятности то есть происходят такие ряд событий которые реально помогают или вы как натали говорит я знаю всегда что несмотря на трафик когда я еду по твоим делам всегда будет как бы классно и круто фокус-группа всего будет 30 человек и сразу говорю ценник у этой фокус-группы 150 тысяч 15 тыс потому что это будет полгода идти август будет предподготовка то есть сентября будут идти встречи сначала будет раз в неделю потом где-то местами раз в две недели потому что будут идти проработки и если например фокус-группа мы это больше про осознанность то радость это больше про энергопрактики почему и ценник как бы такой да потому что там будут и реинкарнации там будут и генокод жертвы мы будем убирать прорабатывать да то есть из прошлых воплощений и там будут перепрошивки всех днк систем да то есть энергетические и там будут кармические развязки и в этой жизни в прошлых жизнях все то что блокирует нашу радость вот катя как бы сделала предподготовку так скажем и уже это предподготовка что тебе дала сама причем да то есть как бы ну это прям круто потому что она смогла это сделать да как бы мы с тобой еще еда крутим чтобы потому что это не все ты вернула да так скажем но то что ты уже вернула это уже круто но просто сама ты будешь еще раз 10 делать я тебе помогу ты сделаешь за один раз это так скажем расскажи пожалуйста что произошло вообще у тебя вы бы видели лицо кати дело в том что на самом деле катя когда приехала сразу искал два месяца где-то у тебя будет адаптация и ты тебе будет тяжеловато да то есть но я не могла понять почему и сейчас я понимаю да почему потому что на самом деле вот несмотря на то что умом ты раду радовалась ему ты не могла прочувствовать это вот расскажи как это было у тебя у меня реально я как будто ну я я просто умом понимаю что ну блин вокруг все кровь и клево я живу в раю надо радоваться и я для галочки равно то что для галочки но спасибо господи за то что вот как бы я здесь спасибо спасибо но это шло все из ума я не чувствую вот реально чувствую и иногда было вообще состояние ну после там каких-то проработок что как будто меня реально поцеловал дементор высосал всю радость то есть я хожу бараю с кисламины вот как бы ну я себе позволяю уже проработанная аудио настрой слушаю себе позволяю быть любой себе позволяю любое состояние понимать что это ненормально как бы в моем понятии норма это ненормально там когда вокруг тебя полно то всяких да неважно даже что вокруг тебя ты ходишь к кисламины а если брать тебя да то есть у тебя рядом море у тебя рядом у тебя все фрукты тебя здесь любят тебя здесь ценят да то есть ходят и лелеют грубо говоря и все люди вокруг тебя то есть у тебя нет стресса у тебя самый большой стресс это ади водитель да я но я думала что тело движется по инерции потому что я жила в россии постоянно стрессовала каждый день как принципе большинство людей здесь тело еще не привыкло жить иначе и но у меня было такое как бы понимание что вот тело просто по инерции в напряжении по инерции стрессует но потом когда конкретно начала работать сердечной чакрой с радостью и ты мне уже говоришь иваня говорит что ты можешь уже чувствовать радость но не хочешь а я понимаю что я как бы я заметь смотри сколько мы проработок тебе сделали чтобы у тебя пошло и там реально огневые конюшни разгребали потому что до этого я бы не смогла сама вернуть конечно то есть и здесь почему он будет минимум 15 встреч да то есть потому что мы будем разгребать у всех огневые конюшни честно скажу код радости мне сегодня начал спускаться это вообще абсолютно для меня новая как бы новая тема но я посмотрела уже он от нуля до десяти и я хочу сказать что я сама живу на пятерке и я понимаю что когда пройдет вот эти 5-6 месяцев я вырастут на восьмерке во время этих проработок потому что живут приходить знания я их буду через себя пропускать и я уже посмотрела что например тех же девчонок випов да то есть я дотяну там до четверки до пятерки то есть уже то состояние радости как у меня многие же пишут я бы хотела радоваться как вы многие пишут что хотели бы научиться радоваться как вы да то есть ему и типа забедуем ваши тому что вы радуетесь наверняка многие думают что это из-за того что я живу у моря да большинство так думаю мне даже сегодня пишет товарищ как дела а мне у меня уже все зашибись я хотя бы я всего лишь на двойке да но у меня уже настолько зашибись я мне кажется я прям теперь ты меня понимаешь я на десятки сказала потому что я когда сделал возврат ощущение было что я во первых чувствовала как энергии наполняют меня аж по позвоночнику это пошло а во вторых у меня просто лицо расплывалось улыбки потому что она сама она у тебя расплавилась понимаешь вот эта маска презрения презрение да такая вот когда ноздри вот это вот все вот это нас ну как бы носогубка лицо не светится это как раз маска презрения она кстати у 99 процентов населения за счет чего за счет того что нет радости вот кстати болицы болицы на удивление у них как бы радость минимум в основной массе как балийцев да то есть они тройки но ты же видишь как они радуются посмотри да ну я когда еще в мае сюда приезжала я поняла что в питере ну как бы если я сюда еду так я сюда еду первую очередь за легкостью потому что здесь она есть я ее чувствую они не в себе чувствую я в атмосфере ты чувствовала эту радость людей но даже если вы приедете в индию там люди на однерке даже нет нет вот вот здесь именно вот легкость я ехала к легкости потому что я видела что она здесь есть я понимала что там я ее как бы получить но конечно это же еще как бы генокод как проработали и очень много чего нужно делать да то есть и давай так придешь на фокус-группу я тебе все это буду рассказывать потому что от того что сейчас тебе расскажу тебе это ничего не даст как бы там не будет энергии не будет ничего да то есть то что мы делали это как бы ну не передать словами начнем рассказывать закончим вот к тому что мне даже сегодня товарищ пишет как дела и охренительно он такой ну конечно ты же в теплой стране ты бы знал сколько здесь в этой теплой стране людей которые приехали сюда за радостью потому что думали что им до радости не хватает теплой страны и ходят по теплышку и что-то не радуется нифига ты чё же им мешает так наверное просто как бы не в тепле дело но на самом деле большинство людей которые уже рядом со мной которые пишут что пришла за деньгами нашла душу это люди которые хотя бы 050 607 стали понимаешь радости то есть представьте даже не до единицы и как бы в основной своей массе люди хотя не минусовая тоже есть минусовая тоже есть до 10 оба и есть мне показывают сейчас то есть как бы минусовая тоже есть когда ли человек не может радоваться и люди думал кстати люди настолько путают знаешь как бы с чем они думают что удовольствие от покупки или удовольствие от мужика или бабы или удовольствие от путешествия которое как бы купил да там сначала это радость но я как маркетолог могу сказать что здесь именно маркетинг основном построен на то что люди не чувствуют радости ищут ее в чем-то и мы вам мы знаем что вас порадует да 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 а это не радость это удовольствие и люди путают подмена понятий произошла подмена понятие реальная фокус-группа радость сразу говорю вам открою продажу если места останутся в пятницу потому что право первая ночь у меня у и по у и по премиума во вторник будет для всего остального женского клуба да то есть как бы и в пятницу выйду когда к вам в клуб денежной емкости я вам сколько там мест останется так скажем если останутся вот обычно мои випы как бы женский клуб разбирают вот сейчас у нас на випах три девочки до которым на самом деле нужна была эта фокус-группа мы локти кусает что они не пошли туда потому что казалось что если они замужем значит у них как бы все выстроено 90 процентов тем кто замужем ничего не выстроено ну как бы я как человек пошедший фокус дух умыть и понимаешь что что такое вообще мы такое вообще в какой парадигме живут я жила собственно да то есть и мы же это же не только с мужем я сразу говорила что как бы мы это реально про отношения с богом мы с мы с детьми мы с друзьями мы во всем но чтобы это понять да то есть как бы нужно очень очень большой уровень осознанности и вот этим мы и занимались на фокус-группе также как и на соже но согласись фокус-группа сош вот после нее вот сейчас этот курс который 4 сентября будет уже стартует сош сейчас будет как бы сейчас вы проходите предподготовку по сожу и после фокус-группы реально у людей просто как будто бы жизнь разделилась на до и после так и есть потому что но опять же люди недооценивают сексуальность ну как бы кажется что ну это конечно триггер это все все клёво но что секс это деньги что сексуальная энергия это энергия денег вообще мало кто понимает и вообще не понимает что это перезарядка и что это полная как бы до перезарядка чтобы сбросить все то что помнишь я говорила какая мотивация на оргазм что женский оргазм он ну как бы и мужчин мужской оргазм сброс к заводским настройкам то есть женщина через тотальное даже расслабление динамическую медитацию может дойти максимум 80 процентов сбросить 20 все равно у нее останется в теле и причем если она будет самоудовлетворяться это то же самое только оргазм который доставил ей партнер только оргазм который доставили ей в любви да то есть он может помочь женщине сбросить все вот то что накопилось весь стресс все эмоции вот эти вот да то есть энергетическом уровне идет а там только в сочетании женской и мужской надо только вздул когда появляется вот эта биохимия которая нигде больше не появляется только между мужчиной женщины когда они с любовью с уважением друг другу с желанием занимаются сексом доводят друг друга до оргазма да вот тогда в этот момент происходит перезарядка и сброс реально до заводских настроек и у мужчины то же самое просто очень многие женщины да то есть как бы думают что если мужчина закончил семи извержением что значит это оргазм такой как бы он получил удовольствие нифига физическую разрядку он получил но это не значит что он получил вот эту вот энергетическую зарядку так скажем да то есть чтобы вот идти творить то есть это большая большая разница и женщины если кто этого не знал и вы в замужестве да так скажем ходить или там со своим партнером сходите спросите потому что очень многие женщины страдают от того что они думают что если мужик кончил значит он получил оргазм значит он получил как бы удовольствие нет он просто как бы это как в туалет сходить у него просто разрывало его да так скажем и он это сбросил вообще если начать разговаривать со своим партнером то очень много интересного словами через рот да мужчины которые здесь вот сергей например подтвердите нам пожалуйста если есть возможность у вас такая потому что как раз вы здесь были единственный из мужчин мне кажется да то есть больше никого из мужчин сейчас пока на данный момент нет в чате кто слушает никто не печатает не печатает а подтверждает сергей вот сергей врать не станет нет на самом деле как бы очень многие женщины не понимают этого для многих даже фокус-группе было помнишь это открытием фокус-группе вообще-то было открытие тоже да и вот это вот но игру сошь это же вообще не про не про то как заниматься сексом этому пусть сексологи вас учат я про таинство вот это вот про энергию про то чтобы реально как бы наполнится про то чтобы реально перезарядиться да то есть как бы для того чтобы создать что-то в этот мир я вот про это там 50 видов миньета пусть вас сексологи учат да то есть как бы если есть такая потребность потому что огромное количество сейчас есть сексологов которые обучают этому хочу это как бы кайфа то и счастье тело переполнено блоками стыда блоками страха блоками там точек точками зрения том как должно быть а как быть не должно но я должна быть и какой я быть не должна тут тени один сексолог ничего но многие научит но на энергетическом уровне это ничего не даст то есть как бы а у всего должна быть выгода ну как бы за а иначе зачем то есть а иначе зачем так вот очень многие не понимают сейчас вот про фокус группу радость и многие будут думать что это ну типа так да то есть как бы мне это не надо или еще что то вот те кто пойдут они будут счастливчики реально потому что как бы потом на основе этой фокус-группы будут выведены ну как минимум 10-15 курсов да то есть то что мы с ними проработаем и там интенсивов курсов разных но это будет в разное время и то есть дойти до пятерки у людей займет потом год полтора либо сейчас полгода да то есть фокус-группе но это опять же для осознанных это реально для тех кто понимает я бы тоже в группу вошел готовьте деньги пятницу дадим анкету кто первый заполнит кто первый заплатит да то есть как бы потому что мест 30 больше не возьму потому что много моей работы много моей энерго энергетической работы да то есть как бы я вот сколько мне было 0 5 осталось 2 я у меня состояние что если хочу еще больше можно хочу еще пятерка есть господи а что там до 10 можно если у меня пять у меня сейчас 5 то есть как бы мне еще есть куда расти да то есть в радости и я прям понимаю я и мне глаза горят ты понимаешь когда сегодня пришло это да то есть у меня же глаза загорелись потому что я прям чувствую у меня же каждый курс происходит я сама это все прорабатываю сама вырастаю и я понимаю что сейчас я вырасту в радости да я буду еще больше кайфовать от этой жизни еще больше у меня будет жизненной энергии когда мне люди говорят как ты можешь много так сделать генерить да то есть как бы столько много и всего придумать и всего как бы создать его как бы тем жизни многие мне пишут о том что вот даже мои знакомые которые говорят откуда у тебя вообще столько сил на то чтобы эфирить в это же время что-то придумывать да то есть в это же время как что-то делать я говорю потому что мне хватает жизни сил у меня есть жизненная энергия на это радость есть это жизненная энергия я поняла аналогия вот 10 от 1 до 10 это типа 10 это сто процентов грубо говоря раньше земле давала пять процентов до радости сейчас даю 20 процентов и в земле выгодно мне давать какие-то материальные блага потому что моя проводимость к ней вот на 20 получается выросла на 15 процентов поэтому мне прилетела тут же сразу на следующий же день это это подарок полет на вертолете полет да потому что вселенная поняла что она даст мне грубо говоря условно при при таких же вложениях будет больше мне выгодно давать потому что я могу больше проводить а если мы на минусовой радости так нам ничего мало чего дают потому что какой смысл ну когда ты балласт ты балласт для матери земли зачем ей как бы создавать тебе возможности зачем ей делать так чтобы у тебя было больше удовольствия да то есть как бы и только когда ты делаешь через аудио настроить да то есть осознанно там по многу отдаешь матери земле проводишь через себя эту любовь да то есть как бы я тебе кстати сегодня сказала что я раньше вот практику аудионастроя делала просто на умом ну как будто бы меня что-то наполняется но все равно это тебе тоже давала давай честно говорить мне ну давала да но это делала тоже от ума то есть я не чувствовала что меня там что-то какая-то радость наполняет но условно как бы окей там я настрой слушаем что-то дает дает а сегодня я просто стояла на закате и делала я понимала как я поняла в чем прикол но это на самом деле вот если говорить о том что представь себе если у меня сейчас все настолько мне мать земля дает все взяли по зеленому свету материализуется быстро мои желания да то есть все прочее представьте что будет на восьмерке на восьмерке это будет просто вообще вот вот так вот да то есть как бы любой каприз за ваши деньги называется мать земля любой каприз лишь бы ты только мне еще больше дала да да то есть как бы вот этой энергии потому что ей будет выгодно ей будет реально выгодно чтобы у меня все складывалось так как я хочу но это как склад такой сюда вложилла там пять процентов получилось сюда вложил 20 процентов пол сюда вложил 50 вот куда выгодней выгодно конечно конечно потому бы поэтому выгоднее чтобы у меня было до чем у тебя например и представь себе вот только уже у тебя 20 процентов да то есть и тебе уже пошли такие плюшки от вселенной полет на вертолете сегодняшний день до который мы провели просто волшебно это правда что это все я сделала до кимпинский потому что ну пришла бы вот тут галочка тут галочка вы как хорошо спасибо господи они вот так вот да 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 то есть поэтому на самом деле как бы хотите чтобы вам возможности давались хотите чтобы все это происходило легко называет еще таких людей счастливчиками знаешь мне очень нравится один ролик они говорят что только когда ты идешь к истинной цели но на самом деле это еще от его вот это вот мистер бинта который улыбается постоянно да то есть как бы помнишь и когда он видит море куда идти да то есть как бы и начинает идти выходит там через окно там оказывается как бы крыша да потом одна одна машина другая машина потом как он как по ступенькам по ним дальше идет это как раз вот про вот это вот что матери земле выгодно чтобы он жил матери земле выгодно чтобы он как бы его подстраховать соломку подстелить даже ущерб чужой крыше машины дети они же радуются всегда то есть получается земле дети вообще в принципе выгодно конечно конечно но не все дети радуются не все дети радуются вот ты чё была тем ребенком который радовался может быть когда-то было но я не помню а я тот ребенок который как бы с детства кричал что мы пришли сюда для любви и радости вообще да мне дети чубесит они вечно орут что им да не тот того цвета конфету дали им дают тут с того цвета который им нужен но опять же и зачем заметьте чем больше в стране было разных моментов тем меньше радости вот этот гинокод жертвы он очень сильно влияет да то есть как бы память земли память предков вот то что мы будем вычищать что ты нам рассказывал группе что территория еще по-разному высасывать конечно 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 то есть вот если взять вьетнам вот смотрите азия тепло фрукты солнце море да приедьте пожалуйста куда приедьте вы вьетнам и там нет этой радости ты там не почувствуешь ничего почему потому что там у людей в памяти еще вот эта вьетнамская война там гинокод этот заложен они не умеют радоваться они в минусовой все они все в минусах сейчас будет происходить из-за того что вот то что здесь происходит и вот на самом деле если посмотреть милу вроде бы она вот ну как бы она идет все прочее да но из-за вот этого того что она пережила на донбассе у нее получается у нее получается она не может радоваться до конца она не может как бы вот прочувствовать эту радость понимаешь не может мама идет как всегда что она мне показывает мусь мусь наверное уксус да покажи поближе сейчас катя посмотрит новый участник нашего подкаста до мама в себе вас появляется как ровно во время подкаста чё разболелась тянет что там винигер написан нет винигер да ну винигер это уксус сейчас приду к тебе мам после подкаста приду к тебе поделайся и будет легче поэтому вот здесь это очень важно понимать и осознавать поэтому сейчас подумайте насколько вы хотите чтобы у вас открывалось поле возможностей насколько вы готовы но сразу говорю насколько вы готовы еще и прорабатывать потому что будет правда некоторые моменты очень даже болезненные когда мы тебе сердце открывали и все прочее да то есть потому что у каждого будет по-своему как бы и будем докручивать подкручивать ну ты до пятерки точно дойдешь понимаешь за время этой фокус группы вы бы видели лицо сейчас катя которая довольно светится да то есть так что вот этот момент важный кто хочет кто готов кто готов себя вкладываться даже миллионеры у них все есть счастья радости нет потому что даже у них но потому что многие люди думают что я сейчас получу деньги будет радость я перееду на бали будет радость я появится мужик будет радость родятся дети будет радость нам внуки родятся будет радость перекладывание на что-то ожидание чего-то но вот эту пустоту вот эту жажду способы заменить компенсировать чем-то эту радость зависимости от количества денег эти способы меняются то есть у миллионеров это дорогие машины у там каких-нибудь там среднего класса пойти в пятерочку без акции купить и они думают что это уже им достаточно заказать это радость ну как бы хотя на самом деле это просто удовольствие которое на чуть-чуть затыкает какую-то твою дыру понимаешь а для них уже машина затыкает на чуть-чуть дыру и даже уже не затыкает потому что это уже становится приевшимся и почему на мотивации как мы разделяем мух от котлет когда люди понимают что блин вещь это только вещь что от нее не зависит ни радость несчастье не любовь к ним это все приходит быстрее но теперь как бы разделив наверняка у многих тогда остается вопрос а что делать то с этой дырой вот этой сосущей дырой и вот она как раз ответ потому что у меня то есть радость и я понимаю что очень вот кстати напишите пожалуйста вот здесь нас сейчас 70 человек 72 человека до 70 270 как бы но почему-то при этом практически никто не пишет вам тема неинтересно или вы считаете что это ну как бы не та тема на которую вообще стоит время тратить деньги тратить ну как бы или еще что-то мне просто интересно есть в клубе кто-нибудь у кого выше одневки несколько человек есть на двойке есть несколько человек на тройке ну да из двух тысяч до вот те несколько человек которые как бы на двойке тройки да они вообще могут до шестерки вырастить особенно кто на тройке до шестерки спокойно вырастут просто я думаю что реально люди не понимают ценность радости потому что для людей цене деньги потому что они думают что на деньги и они купят то что им даст радость так что зачем нам радостью заниматься научи день как бы за деньги его потом купим только за деньги не купишь деньги можно купить то что ему подсунули паркетологи. Заменитель такой, как знаешь, как бы, искусственный заменитель. Но он все равно не будет закрывать ту дыру, которая есть у людей. Я вот сейчас, знаешь, что думаю? Вот так интересно, если я даже на пятерке, а как узнать свое текущее значение? Но свое текущее значение узнают те, кто зайдет в фокус-группу, потому что я их всех буду тестировать. Я не пишу, потому что не пойму, где проходит эфир, мне не видно ли, слышу только голос. А мы без лица. Мы на аудио в откасте сейчас. И большинство людей не понимает этого. Большинство людей, как бы, вот, ты знаешь, вот когда я была на ПДРе, у нас было 108 человек, 107. Людей, которые зарабатывают миллионы. Вот, кстати, Евгений, который, да, Евгений, у которого миллиардком в год, он 200 миллионов в год зарабатывает рублей. Вот у него есть радость, но он ее не за деньги купил, он же пошел, он ездил в Перу, да, то есть как бы он к Харе ходил на перепрошивке, он там как бы еще кучу всего сделал, кучу книг прочитал, да, то есть как бы, и он понимает, то есть и то у него между двойкой и тройкой. То есть за счет духовных практик можно поднять где-то до двойки, до тройки максимум. Ну, с учетом того, что я 15 лет духовным практиком занималась, у меня было 0,5. Ну, у тебя же еще и боль была, ты не забываешь, что ты же ковырялась в боли, что ты хочешь? Ну, как и большинство людей в боли ковыряются. Ну, сейчас интенсив, кто прошел, хватит ковыряться, они, я думаю, как бы быстрее могут через духовные практики дойти. У меня, видимо, после заблудших душ хотя бы в плюс вышло, потому что я помню, до заблудших у меня, в принципе, никогда не было даже состояние, у меня даже удовольствие. Ну, да. Будет запись, да, можно еще раз, или будет запись? Запись будет. Задумалось о расточнении радости и удовольствия. Потому что очень многие люди путают. Так же, как говорю, у многих есть ощущение, что если мужчина, он кончил, он получил удовольствие и оргазм. Но это не так. Да, то есть, как бы у нас подмена понятий пошла. Радость, она как бы фоном перманентно. А удовольствие, это когда ты ешь вкусняшку, тебе кайфно, и это удовольствие, но при этом... Оно заканчивается. А радость не заканчивается никогда. Да. И как бы... Хотела уточнить, как вы считаете, на каком уровне, или как вы это оцениваете. Послушайте запись, пожалуйста. Я уже как бы об этом говорила. Вот, муслимат. Потому что в записи я точно все это сказала уже. Поэтому те, кто... Хорошо, вопрос. Есть разница между счастьем и радостью? Счастье настолько уже заездили, что по сути, грубо говоря, мы... Мы не понимаем, что такое счастье. Мы заездили слово счастье. И нам кажется, что счастье – это иметь семью. Счастье – это иметь мужа. Поэтому я буду говорить радость, а на самом деле это и есть истинное счастье. Это и есть жизненная сила, жизненная энергия, жизненная искра. Понимаешь? Удовольствие – это состояние гормонов, а радость – это состояние души. Это да. Ну, гормоны выплеснулись, как бы... Сергей, вы правильно это подметили. Гормоны выплеснулись, и все. Сергей тоже хороший смысловик. Я так подлежу. Да, да, да. Кстати, Сергей у нас, насколько я знаю, комбо купил. Я планирую на следующей неделе провести, как бы, ряд эфиров в большом канале, где те, кто купил комбо, могут поучаствовать в разборах конкретно, да, то есть, как бы... Либо, если вы не будете, не хотите участвовать в разборе, там я черкану несколько строчек, с чего начинать. Поэтому на разборе участвовать будет для вас, честно, выгодней, потому что там я больше посмотрю и прям, ну, больше времени вам уделю. Это практически получится как консультация, ну, по сути. Поэтому, если дадите согласие, то, как бы, как раз вас разберем хорошо. Вот. А можно радоваться и не иметь денег. Можно радоваться и не иметь денег. Наверное, знаете, как сказать? На каком-то уровне, да. Но когда ты уже хотя бы тройка, то тебе, ты отдаешь, получается, матери-земле на 30%. Мать-земля уже, намного больше тебе дает. Потому что ты можешь не иметь даже денег, но у тебя это... Это изобилие. Да, это изобилие. Это как бы, это не про деньги, это про изобилие возможностей, про изобилие того, что когда ты... радоваться без денег можно. Я радовался без денег. Я просыпалась, и у меня вот, ну, у меня радость просто на игру. Я родилась как бы с детства такой. Несмотря на то, что у меня код денежной емкости был 2-3. И я могла радоваться на своем уровне. Потому что радость, она идет не от... не от денег. Я же радовалась, когда я жила в деревне, да, там, я ходила, ягоды собирала, с ангелами разговаривала, я была... у меня было все окейно. Ну, как дети радуются. Да, да. Денег нет, у них листочки нарвали, все, богаты. Да, да. То есть, как бы... И от денег-то радость не зависит, она от изобилия зависит. Мы же думаем, что на самом деле радость... Изобилие зависит от радости. Да, изобилие зависит от радости. То есть, как бы... Я вчера узнала, что я перфекционист, я за любой кипиш согласия даю. Супер. Ну, все. Значит, тогда, как бы, я объявлю, когда будет разбор в этом большом канале. И мы вас, ну, как бы, напишем заранее, что вы придете на этот разбор. Поэтому это совершенно не про то. Это про другое. Это про то, чтобы... Реально, независимо от того, есть у тебя сейчас, не знаю, возможность купить остров или нет у тебя возможности купить остров, а ты радуешься. Как научиться радоваться? Прислушайте эфир сначала. Да-да-да. Это очень-очень интересный путь. И в одном слове это невозможно сказать. Это невозможно объяснить. Я говорю еще раз, чем больше разных было там каких-то передряг, да, в стране, тем больше, как бы, вот, именно в минус уходит человек по радости. Все-таки минус есть. Территория сжирает людей. Территория сжирает, конечно. Ну, взять Германию. Да, то есть, как бы, я смотрю на моих девчонок немок, сколько они работают над собой, да, то есть, что они делают, если бы, как бы, а у них 50% сжирает сама земля, само государство. То есть, как бы, у белорусов очень много сжирает. Ну, там земля пропитана кровью. Я была в Белоруссии, я просто офигевала, там фонила так просто, ну, до невозможности. Как бы, до невозможности, реально. А есть ссылка на то, про что вы говорите. В пятницу дадим. Как раз, как бы, до вторника у нас право первой ночи у нашего, у наших випов и премиумщиков, потом у нас вообще, у женского клуба, и потом у нас будет, как бы... Я же, на меня места останутся, кинем вам ссылку, и кто первое платит, тут и попадет. Да, то есть, просто забронировать, там, оставив 5 тысяч или 10 тысяч, нет, такого не будет. Только полная оплата, да, то есть, как бы... Поэтому мы сейчас выходим, чтобы было... Чтобы у вас было понимание, и чтобы вы могли, потому что, как бы, ждать я никого не буду. 30 человек, кто набрался, с теми буду работать. Мне больше не нужно для чистоты эксперимента, мне этого хватит. Вывести 30 человек на, как бы, пятерку по коду радости, после аудионастроя стала чувствовать радость, просто так улыбаться стала чаще. Конечно, потому что из минуса вышли в плюс. Из минуса вышли в плюс. Конечно, вы почувствовали радость. А представьте, что будет, когда вы будете пятеркой по коду радости. Потому что аудионастрой, это как раз пропроводить любовь, вот эту безусловную энергию, да, матери-земле. И, конечно же, как бы она увеличивает. В США где земля получше, в какой стране? Слушайте, ну это нужно прям смотреть. Мы смотрели, да, как-то в СОЖ, то есть как бы конкретно по странам. Мы смотрели, где девчонки жили, по их странам, по городам, что у тебя это тоже эксплуатация твоего удара. Конечно, то есть это как бы достаточно тоже нужно энергетически проверять. Вот. Потому что, например, у меня однажды пришла женщина, и она говорит, а где мне жить? Ну, как бы на консультации. Я говорю, главное не в Сочи, потому что в Сочи вы начнете болеть. Ну, там как бы она будет, для вас Сочи разрушающий город. Кому-то он создающий, а именно конкретно для нее он разрушающий, да, то есть как бы. И она сидит и говорит, вы не поверите, мы купили квартиру в Сочи, приехали сюда, и через неделю заболели все коронавирусом, потом еще чем-то, и они болели несколько месяцев. Уехали обратно в Новосибирск и перестали болеть. Понимаешь? Ну, слушай, ты про Питер говорила, что Питер тоже разрушает, а мне там было кайфово, потому что я тогда не выбрала счастье, а выбрала пострадать. А устрадать в Питере вообще замелодила. Конечно. Питер всей своей погодой, природой, двориками, да, то есть дает возможность подпитать твою драму, которая у тебя раньше была. Сейчас у тебя драмы нету, попробуй сейчас, когда ты выйдешь до пятерки, ты приедешь в Питер и ты охренеешь там. Ты скажешь, что ты там жить не хочешь. Я почему, с одной стороны, не хочу в Чингу, потому что в Чингу концентрация, там болицев мало. В Чингу одни европейцы, русские, да, то есть как бы со своими, ну, в Убуде все равно много очень еще тех, кто духовными практиками занимается. Они хотя бы все равно однерки, двойки, тройки, знаешь, как бы есть по коду радости. Есть даже пятерки там мне показывают несколько человек. Без драмы в Питере супер. Ну, пусть вам будет супер. Я рада за вас. Очень. Вот. То есть как бы все же еще зависит от того, в каком районе вы живете. Чем ближе район, например, к тем местам, где людей там расстреливали, убивали, то есть лишали имущества, ну вот как бы, тем больше там драмы, хоть как. А про Панган есть подробности? На Панган я поеду, буду смотреть с 1 августа. Почему это интересно? Сергей спросил. Сергей, хотите стать моим соседом? Пишите. Будем соседями. То есть как бы и поеду с 1 августа, буду смотреть землю, посмотрю энергетику, прочувствую, насколько она будет создавать, да, то есть потому что для меня очень важно, чтобы земля создавала, потому что я буду строить там дом и буду строить там ретритный центр. Это не про то, чтобы, блин, где-то там, где драма, да, то есть это, возможно, не будет каких-то там туристических мест. Вот, как бы именно там, где будет создавать. Поэтому, причем, понимаете, самое интересное, что один и тот же, даже город, там кошка гуляет у нас, закрытый, надеюсь, что там у тебя креветки размораживаются. Закрытый. Вот, один и тот же город может, но вначале, да, Сочи было сложно, это правда двоякое. Ну, кому-то Сочи, наоборот, подходит, то есть не обязательно, что всем, у меня живет там несколько человек, и я им, наоборот, говорю, вам Сочи подходит, потому что для них энергетически он, как бы, хорош, потому что бывает, что, например, как бы, человек, мне будет хорошо где-то, а человеку там будет плохо, потому что он не готов к тем вибрациям, которые дает земля, понимаете? Это тоже может быть. То есть это нужно смотреть конкретно под каждого человека. У меня девчонки приходили прям специально, когда выбирали, в какой город переезжать, где строить дом, они приходили, прям смотрели мы город, смотрели улицы, смотрели землю даже, потому что в одном месте, ну, как бы, несколько участков мне показывали, я говорю, здесь фонит могильником, здесь еще что-то, а вот здесь тебе будет классно. Построили дом, там офигенно. Ну, то есть как бы, в одном и том же городе, просто вот буквально там в нескольких кварталах друг от друга. То есть как бы... мы с тобой карту Питера посмотрим. Карту Питера посмотрим, да, где можно тебе жить, чтобы испытывать именно любовь. Там есть места, в которых можно, но есть места, как бы, которые, наоборот, будут навевать на тебя драму. То есть как бы, там, где много было самоубийц, например, да, там, где много было людей, которые, ну, спились, потому что не использовали свой потенциал, эта вся энергетика давит, и она вся будет, как бы... Блокаду такую рад был, что... Конечно, конечно, то есть как бы... Поэтому, о чем тут говорить, как бы, ну, и кому-то, да, может быть, Евгения живет в новом доме, да, то есть где, вообще, как бы, не знаю, рядом какие-нибудь парки, не знаю, какие-нибудь, какие-нибудь, не знаю, там, святые места, или там, колокольный звон, или еще что-то, да, то есть то, что убирает, все, что убирает, как бы, вот эти моменты. Очень интересная информация, не задумывалась о том, что Земля влияет на чувства, эмоции человека. Да, влияет, влияет абсолютно все, и дом влияет, и, как бы, ну, почему, вообще, если посмотреть, а мне было плохо в Сочи два года, потом уехал, вернулся, сейчас уже скучаю, да, правда, в каждом районе Сочи разное ощущение, как в разных городах находишься, конечно, конечно, то есть я говорю, я просто научилась радоваться, круто, но, как бы, вы живете в старом доме, или в новом доме, вы живете там, где, вот, ну, колодцы, вот эти вот дворы-колодцы, там вообще, вот в дворах-колодцах, там надо, не знаю, каким солнцем быть, чтобы не сгореть, чтобы не сгореть, это вот реально нужно, вот, поэтому, как-то была несколько часов пересадка Белгарии, шли с подругой погулять, не смогли там находиться, тяжелая энергетика, уехали обратно в аэропорт, но, значит, как бы, вы чувствуете это, чувствительность есть, потому что реально, с каких-то городов хочется просто бежать, а с каких-то нет, при том, что, даже вот если взять в Челябинске, да, разные районы, и в разном районе, разная энергетика, абсолютно, не, в дворы-колодцы я обхожу, ну, потому что, я говорю, там надо быть солнцем, вот таким, который вообще, просто, наверное, там должна быть радость восьмерка минимум, чтобы тебя не сожрало там, потому что дементоры высосут однозначно, вот, и это, как бы, есть такое, ну, например, почему лучше всего выбирать дом на земле, да, то есть, потому что земля дает силу, земля дает энергию, земля дает, говорят, что место сильно его надо выдержать, иногда, да, благодарю тебе, почему Питер не зашел вообще, но я еще раз говорю, кому-то он заходит, кому-то он заходит, да, то есть, и все зависит от того, в каком районе вы живете, и насколько сильная у вас энергетика, то есть, как бы, и, вот, может быть, я приеду, да, то есть, как бы, он меня разрушать не будет, но создавать он мне будет только на 50%, тогда зачем мне туда ехать, ну, это для меня лично, да, то есть, как бы, он меня не разрушит, но создаст он мне только на 50%, ну, или, например, если я поеду, да, то есть, почему я с Батуми тогда сбежала, Тбилиси мне хотя бы создавал, а Батуми нет, Батуми меня даже разрушал, я же там даже заболела, помнишь, как раз, что, это было, считай, три года назад практически, да, три года назад, два года назад, я уже запуталась, два, три года назад, два года назад, да, два года назад, то есть, как бы, три дня там я проболела, помнишь, как бы, вот тут, ну, психически здоровый человек болеет максимум три дня, и, я живу в Севастополе, Крым всю жизнь, годы мне тут очень тяжело, не понимая, что случилось, ну, энергии тоже, точно жила в Улан-Ду-Дельсе, все как-то было не то, переехала в Уркуск, стала чувствовать себя лучше, чувство, что вернулась на родину, угу, здесь на самом, я сегодня мыла пол, так радостно, и как навернулась, даже понять ничего не успела, долнула, стогнатно, все, лежу и радуюсь, что голова целая приземлилась, удачненько, без переломов, супер Анна, супер, это уже значит ваша радость, она проснулась, она просыпается, она дальше идет, то есть на самом деле, как бы на восьмерке, надо сейчас будет почекать людей, как бы вообще, кого я, знаю ли я людей на восьмерке, но даже я если знание проверяю, нет, людей на восьмерке я не знаю, а на пятерке знаю ли я людей, нет, тоже нет, получается даже все твои знакомые, друзья, миллионеры там, ну точнее просто там, они тоже, в основном тройки, четверки, тройки в основном, ну потому что смотри, большинство людей путают еще раз, они думают, что деньги принесут им радость, это не так, безусловно, безусловно, ну просто я к тому, что, зачем ко мне приходят миллионеры, я же помнишь, говорила, я спрашивала их, они, мне сказали, мы стали засыпать счастливыми и просыпаться счастливыми, потому что до этого они имели деньги, они имели все, а у них вот этого состояния счастья не было, я с ними прорабатывала, да, то есть туда же и входит исцеление расколотой души, туда же входит и как бы те моменты, помнишь, ну Аня просто, на эфире уже говорила про исцеление расколотой души, поэтому могу сказать, даже Анечка наша, Меланет, она пришла, потому что она не чувствовала радости, ну, кстати, исцеление расколотой души, мастхэв для всех тут, но я думаю, что здесь люди созданы, они уже прошли, ну, навряд ли, не так много людей прошло, потому что у нее при этом прекрасный муж, у них хорошие отношения, у нее трое замечательных детей, она, ну, известна, она реализована, она богата, да, то есть у нее дом на Рублевке, у нее машины, да, то есть у нее хорошие отношения с мамой, с папой стали потом, да, то есть как бы все это мы проработали, а радости-то она не испытывала, она же пришла ко мне за этим, мы с ней делали как раз исцеление расколотой души, это вот она как бы рассказывала в эфире, мы с ней делали много других практик, которые она не рассказывала, поэтому я не могу говорить, то, что дало ей чувствовать радость, понимаешь, то есть как бы, и это, в тот день, когда заряжали амулет, в пятницу в денежную емкость, я в шоке, мне пришли от случайной запланированной сделки, в этот же день, такое может быть, я была в такой радости, это была не радость, это было удовольствие, не путайте, не путайте, пока не укладывается полностью в голове, что деньги радость не принесутся, хотя откликается, я сегодня проснулась, полное счастье и благодарность, за то, что знаю вас, и что могу себя проработать, что нахожусь в отпуске, супер, по поводу радости, как вы видите, должна быть выстроена правильная система ценностей, но это одна сотая, Сергей, не умничайте, это одна сотая того, что мы будем в фокус-группе этой проходить, я говорю, после этой фокус-группы родится минимум 10 курсов, интенсивов, курсов, там, МК, не важно, то есть, потому что это на самом деле такой достаточно большой объем, я не знаю, конечно, права или нет, но я радуюсь к тому, что вижу, слышу, говорю, кушаю, я благодарю Бога за утро, за то, что проснулся, могу наблюдать красоту вокруг, супер надежда, это уровень однерки двойки, у вас где-то ближе к двойке, между 1 и 2, и это классно, и это уже больше, чем у 99% населения Земли, вот одну нашли, по меркам несколько, одну нашли, одну нашли, да, с детства хотела жить в Нижнем Новгороде, просто название нравилось, что вселенная разумная, поехать туда на две недели, город не зашел, слово совсем, переехала в Новосибирск, обожаю этот город, несмотря на то, что в Новосибирск многие ругают, но ваше место силы, потому что не обязательно, что кому-то что-то заходит, кому-то что-то не заходит, я еще раз говорю, то есть как бы Батуми кому-то прям зайдет, он на данный момент его будет, наоборот, создавать, да, то есть он будет создавать какие-то моменты, поэтому такое тоже возможно. Ну что, на сегодня все, готовьте себя морально к пятнице, материально, потому что, чтобы потом не было такого, что ой, я пропустил, я заранее вам сейчас говорю о том, что будет фокус-группа, и не прозевайте возможность попасть туда, потому что реально большинство людей пропускают, думая, что блин, я типа... Ну, люди в итоге суммарно все равно столько же потратят на то, чтобы найти себе заменители радости, имитацию радости. Больше? это еще... Понятно еще от уровня дохода зависит, кто-то себе машины будет покупать, а кто-то роллы по вечерам. Ну, слушай, давай так скажем, за полтора года, за год даже, пока начнутся вот эти все мастер-классы, даже с полгода, за полгода люди потратят минимум по 20-30-50-100 тысяч за месяц, чтобы утолить свою вот эту жажду, думая, что ой, я пойду куплю новое платье, я порадуюсь, ой, я куплю себе цветочки, я порадуюсь, вкусняшку, что-нибудь съем, вкусняшку, да, порадуюсь, а это все только удовольствие. Стоимость известная, я же говорила, 150 тысяч, 15 встреч, встреча выходит по 10 тысяч рублей с моей большой энергетической работой. Вот, спасибо, подтвердили мои догадки по поводу городов, спасибо огромное. Радость испытывают только люди или животные, например, собаки тоже могут. Без понятия, никогда не задумывалась, как бы, и особо... Это вот к теме вопросов, а зачем вообще, ну вот это, к чему это? Ну, большинство людей, как бы, не хотят менять свою жизнь, они задают вопросы, которые их не касаются, да, то есть, как бы, ну... Которые им не создают, и вообще, в принципе... Альбин, вы ветеринар, возможно, ну, то есть, как бы, если вы ветеринар, или там, не знаю, кинолог, то я пойму... Зоопсихолог. Зоопсихолог, да, то я пойму, как бы, ваш вопрос, как бы, да, это вас лично касается. Но если вы просто любитель животных, ну, как бы, это значит, что вы делаете перенос. Значит, вы не хотите видеть чего-то в своей жизни, и таким образом пытаетесь решить вопрос. Ну, как у меня, не было способности любить людей, и я любила животных. Для того, чтобы развивать любовь к людям, как бы, раскрывать сердце. Понимаешь, это же не мешает тебе любить животных и сейчас. Я что ли животных не люблю? Я люблю людей и люблю животных. Ты видишь, как я такая, ой, бабочка, ой, птичка, ой, котик, ой, какой пингвинчик, да, то есть, ой, как бы, этот... И это, наоборот, увеличивает, как бы, и любовь к животным. Просто я даже... Это неправильный пример немножко, ну, то, что неправильный, не отражающий до конца суть. Смотри, многие люди спрашивают, а если, например... Я по поводу вопросов, которые, хотя бы не нужны, я до этого сказала просто. Вот. Нет, а если, например, вот на Гавайях примут такой закон? Ты живешь на Гавайях? А белый дом круглосуточно охраняют или только днем? Просто спросил. Просто спросил, зачем? Ты собираешься в белый дом, ты хочешь его подорвать, или ты хочешь, ты как бы хочешь, наоборот, помочь президенту Байдену, да, то есть... Минутка имперского юмора. Да-да-да, то есть... Или ты там еще что-то... То есть очень часто люди, вместо того, чтобы заниматься своей жизнью и сфокусироваться на своей жизни, у нас мозг специально нас уводит на разные вопросы, которые к нам никакого отношения к нашей жизни не имеют. потому что решать свои вопросы сложнее. Идти в свои вопросы сложнее, а легче подумать, почему у твоего трою родного дяди пятка сломалась. А вот у моей подруги проблема, давайте ее решать. Ну, потому что свою проблему не хочется видеть. Вот, знаете как, нет людей, у которых нет чего-то для проработки. Я не хочу называть это проблемами, да, то есть как бы... У меня тоже есть... Задачи. Задачи, да, для того, чтобы дойти до определенной цели, мне нужно решить ряд задач. И у меня их куча. Но люди, которые как бы якобы такие проработанные, они начинают говорить лозунгами и начинают говорить, ой, да у меня вообще ничего нет, никаких задач у меня нет, и все хорошо. А начинаешь копать куда-то, да, то есть как бы там проблема, тут проблема, здесь проблема. Почему проблема? Потому что человек даже не признает ее. Пока он ее не признает, это проблема. Как только он ее признал и захотел пойти к цели и понимает, что это нужно удалить, это становится задачей. Это реально становится задачей. Вот этот момент тоже очень важный. А потому что о самых больных точках даже говорить не хочешь, как у меня тогда было. Не хочу говорить, это как бы вообще фу. Потому что думаешь, что прикроешь, я тоже раньше так думала, что если я прикрою свое говнишко листочком, пахнуть не будет. Ну, типа не видно, не пахнет. Оно и не видно, но пахнет. То есть, и вот этот момент как бы очень важный, что у меня задач много. Я вам сегодня на ВИПе рассказывала, сколько у меня задач, то есть как бы для моего уровня. У меня задача сейчас выйти на восьмерку по коду радости. У меня задача пропускную способность тела как бы тоже увеличивать. У меня задача проработать там... Исследование, пойти обучаться. Пойти обучаться. Пойти обучаться. Это для того, чтобы убрать вторичные выгоды перед масштабом. На эту тему, кстати, буду рассказывать вам в пятницу про вторичные выгоды. И очень много задач у меня. И я не знаю, и при этом ты-то видишь уже, насколько я проработанная, осознанная, насколько я реально живу в любви, в радости, в легкости. И у меня куча задач. А у людей, которые живут в драме, говорят, у меня нет задач, у меня все хорошо. Это, видимо, как воронка вверх. Чем ты больше поднимаешься, тем более широкий спектр тебе открывается того, что еще возможно. Что еще возможно, да. Но это реально нужно захотеть. Выбрать жить с деньгами. Выбрать жить в изобилии. Выбрать жить в радости. Выбрать жить в легкости. Выбрать жить в любви. Это прям реально выбор. Ну все, мои дорогулики. Вам хорошего воскресенья. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok